МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Занимается государственная регистрация актов гражданского состояния. Одной из них является регистрация брака. По итогам 2016 года у нас в республике зарегистрировано 6294 акта по заключению брака. Если это взять по сравнению с 2015 годом, есть снижение на 1416. Это достаточно большое снижение. Это достаточно большое. Дело в том, что сегодня для заключения брака сказывается кризис 1990 года. Эти ребята должны были вырасти, пожениться и рожать детей. Но их в принципе нет. В эту демографическую яму попали не только наш субъект. Допустим, да, это идет целым по всей России. Такая тенденция. Такая тенденция, да. И у нас максимум заключения брака было в 2014 году. Ну, по всем видам было в 2014 году. А вот с 2015 года идет вот такое вот снижение. А вы не думаете, что это может быть связано с тем, что молодые люди сейчас предпочитают не заключать браки, а жить в гражданском браке? Тут хочется сказать, знаете как, у нас есть информационная система, которая может выдать, допустим, по возрасту, когда люди вступают в брак. Действительно, сегодня возраст для вступления в брак для жителей нашей республики, она повысилась. Вступает в брак уже с 25 лет, до 28 лет. Это достаточно такой возраст, когда уже осознанно люди вступают в брак. Когда люди уже стоят плотно на ногах своих, крепко. Да, крепко. Вот такой возраст. В то же время, ну, по всем показателям, ну, по всем нашим видам актов произошло снижение. Это и касается и расторжения брака. Расторжение брака у нас в республике было 4162. Ну, тут чуточку, конечно, прибавилось 58. Хочу сказать, что о заключении брака, да, у нас снижение произошло, если по всей республике динамику по районам посмотреть, то в городе Якутске значительное снижение. Но в то же время есть в двух, некоторых пяти районах увеличение. Это тоже вот какая-то вот такая есть тенденция, если посмотреть, да. По расторжению брака у нас снижение есть в Мирненском районе, это тоже радует. По расторжению брака, ну, если даже и в Якутске снижение произошло. Хотя и заключение брака тоже снизилось, но в то же время и расторжение брака тоже снизилось. Скажите, а сколько маленьких жителей подарил нам прошлый год? Вот. Мы зарегистрировали 15 604 новых гражданина. Это, в принципе, очень хороший показатель. Сегодня хочу сказать, что по итогам 2016 года рождаемость почти в два раза превышает смертность, что влияет на демографическую ситуацию, на положительную демографическую ситуацию. По итогам 2016 года, по естественному приросту и рождаемости, наша республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и входит в десятку лучших регионов России. Скажите, пожалуйста, были ли такие героические мамы, которые решились в 2016 году на четвертого и более детей? Если внутри посмотреть цифры по рождению детей, конечно же, доля первенцев у нас чуть снизилась. На первом месте у нас идет доля рождения вторых детей в семье, потом третьих детей и идет и четвертые последующие дети. У нас, конечно, традиционно наша республика многодетная, как вы знаете, да, в целом, если так посмотреть, да, у нас родилось во втором, ну, вторыми детьми у нас родилось... Ну, в основном это вторые, третий. Да, родилось 5 417 детей вторыми, да, это 35% составляет от общего, да, и рождено первенцев, я сказала, конечно, меньше, 5 115, но не так. Да, молода, 33%, потом третьи идут 3052, четвертыми и более последующими детьми родилось 1910 детей. Тоже хорошее показать. И хочется еще одну положительную динамику в этом, как бы, видеть или сказать. Последующие все вторые, третьи, четвертые, последующие дети рождаются в законном браке, то есть в полных семьях. Светлана Фанасьевна, а какими именами, какими интересными именами нарекали детей в прошлом году? Да, и у нас есть информационная система, которая тоже можно... Мы делаем свою аналитику, да, и как и в прошлом, в 15-е годы по итогам, да. Самыми популярными именами для девочек стало имя София. Но хочу сказать, наши молодые родители, видимо, и в тренде во всем мире, как бы София на первом месте идет, да, но можете и это учитывать, но в самом деле София очень красивое имя. Виктория, Алиса, Анастасия, Алина, Валерия и Милана. Вот самые популярные имена, а самые популярные имена, это когда более 200 детей, ну, скажем так, в течение года, да, нарекли это и получили такие имена, да. А что касается мальчиков, у нас тоже есть свои популярные имена, тоже. Это Артем, Максим, Александр, Кирилл, Михаил, Тимур и Дмитрий. Скажите, а необычные имена какие-то давали? Да, но, к сожалению, есть у нас и очень тоже интересные редкие имена, которым мы тоже анализируем, носит такое имя один или два ребенка, ну, в всей республике, да, есть такие имена, но их условно можно разделить на какие? На редкие якутские имена, на двойные имена, на иностранные имена и на вообще на оригинальные имена. В общем, если условно вот редкие разделить, да. Допустим, редкие якутские имена у нас Сасклана, Нарьяна, Сандара, Харчана, Туйгуна, Аисхана, Айталына, Ко. Есть двойные имена. Анна Мария, Любовь Мира, Лейла Саная Ко, Кдана Катерина, Зоя Айглана, Зоя Даяна, Мичия Анна, Анастасия Айи Ко. Это двойные имена. Иностранные имена. Мишель, Женевьева, Милания, Мелисса, Патриция, Катарина, Габриэла. Старинные имена. Просковия, Фаина, Ася, Анфиса, Агафия, Лукерия, Матрёна. Оригинальные имена, какие дают детям, да, девочка. Урусалина, Алдана, Евангелия, Лунара, Алазея, Слава, Планета, Альберта. Ну все имена так не вызывают никаких, как бы, да, но Планета как-то это уже. Да. Да. И мальчики тоже. И мальчики у нас тоже очень интересно. Тоже такие же есть редкие якутские имена. Джулурхан, Одун, Аскалон, Даян, Алмаз, Эргис, Эллей, Тюмень, Хотой. 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 Двойные имена. Эрчимен Берген, Александр Ян, Алексей Арчин, Аян Бенедикт. Дархан говорил, Богдан, Милан, Валерий Арчилан, Николай Дархан. Но иностранные, конечно, мы не будем говорить сегодня, да, потому что они тоже, ну нормальные имена иностранные. Старинные имена Клементий, Устин, Севастьян, Серафим, Сафрон, Тарас, Авраам, Дементий, Мефодий, Лука. А вот есть оригинальные мужские имена. Милан. Тоже город, название города, да. Марсен, Адам, Ангел. Будда, Дема. Ангел, это уже не единственный же ребенок, да. Это не единственный. Каждый год у нас встречается это имя. Ангел. Ангел. Светлана Фанасьевна, скажите, пожалуйста, а могут ли сотрудники ЗАГСа отказать в регистрации имени по причине его неблагозвучности? Или вы, может быть, как-то влияете на родителей? Какую-то беседу проводите, ну, я не знаю, планета там, ангел. Действительно. Для детей надо ведь, наверное, думать о том, как ребенку жить с этим именем, ему жить с этим именем вообще всю жизнь. И иметь потом свое потомство, отчество, соответственно, возникает и так далее. Может быть, дискомфорт какой-то возникает в общении со сверстниками. Родители об этом, интересно, задумываются или нет? Я думаю, что, конечно, родители должны осознанно подходить к имени ребенка. Он уже ведь навсегда, с одной стороны, и будет влиять на судьбу этого человека. А законодательно мы сегодня вообще, работники ЗАГСа, не имеют права как-то влиять на это. Но хочу сказать вот о чем. Законодатели, в принципе, этим вопросом сегодня занимаются. Я знаю, что Госдума намерена принять закон, который запретил бы использовать аббревиатуры, числа. Даже, оказывается, такое бывает. МАТ. Ну, это где-то, видимо, в России, в центральной, может быть, да? Использовать в качестве имен. Ну, наверное, будет принят этот законопроект. Скажите, пожалуйста, а как часто люди меняют имя, отчество, фамилию и по каким причинам? Действительно, мы на этот законопроект, который сегодня находится на рассмотрении в Государственной Думе в прошлом году, написали свой отзыв. Мы поддерживаем это, с одной стороны, нам нужно. А что касается переменной имени, у нас есть вот такой вид государственной регистрации переменной имени. Дети, допустим, до 14 лет законодательно имеют право поменять свое имя и фамилию только по распоряжению органов опеки и попечительства. А с 14 до 18 лет, вот тут же дети с 14 до 18 лет имеют право тоже поменять, но согласие обоих родителей. А старше 18 лет они могут поменять. Есть у них в жизни разные обстоятельства, может быть, действительно уже так получилось, что их назвали настолько редким именем, потом как-то им неудобно и приходят, меняют. Это законом разрешается. И у нас перемена имени по итогам 2016 года, она составляет 1068. Это много. Это много, да. И с каждым годом как раз перемена имени чуть-чуть увеличивается. Чуть-чуть увеличивается. Видимо, ну вот мы о том, о чем говорили, что на судьбу влияет, как-то вот так, видимо, несозвучно может быть, как-то вот так. Ну, когда к вам вот приходят люди с таким вот заявлением о смене, они вам рассказывают вообще, по какой причине они это делают? Или, в общем, это вам не важно? Знаете, нам сегодня сильно интересоваться, почему гражданин принял такое решение, когда все его права как бы в этом, да, а мы как-то особо на это не акцентируем свое внимание. У человека есть полное право, поэтому он имеет право поменять. Это быстрая процедура, наверное, да? Это, да, конечно. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии была руководитель управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Светлана Афанасьевна Филиппова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова